Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Левит». Как я уже говорил ранее, это очень сложная книга. Левитами были священники, то есть это жреческий кодекс. Но, как говорится в Новом Завете, все писание полезно для научения, для наставления в вере. Поэтому в христианском понимании Ветхий Завет не противостоит Новому Завету, а Новый Завет не спорит с Ветхим. Итак, мы читаем книгу «Левит», 2 глава, 1 стих. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношение хлебного, пусть принесет пшеничной муки и выльет на нее Илея и положит на нее Ливана». Здесь сразу обращает на себя внимание то, что говорится «Если какая душа». Душа по-еврейски «нефэш». И речь идет о том, что только очень бедные люди приносили Богу в жертвы вот что-то из лаковых, из пшеницы. И таким образом они как бы приносили все то, что имели, то есть как бы приносили собственную свою душу, с душой приносили все, что имели. Поэтому такая жертва имеет значение, тем более, что любое хлебное приношение, пшеничное приношение в Ветхом Завете – это то, что символически указывает на христианскую Евхаристию, когда на праскомедию приносят хлеб и вино, эти евхаристические знаки, и во время литургии хлеб приосуществляется в тело Христово, а вино в его кровь. Итак, мы прочитали «Есть какая душа захочет принести Господу жертву приношение хлебного». Такая жертва называлась Минха, то есть это жертва очень бедных, простых людей. Пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана. Ливан или ливанон, ливона – это некое благоухающее вещество для воскурения, которое являлось символом беззаветной молитвенной преданности Богу. И в псалмах царя Давида молитва сравнивается именно с воскурением ливана. Ефрем Сирин пишет, «Еще была жертва вольная, когда отделял и приносил кто в дар жертву Богу не по какой-либо особой причине, но из усердия». Из усердия, то есть от души. И, казалось бы, текст, который имеет отношение только к ветхозаветным ритуалам, он уже приносит назидание и нам, христианам. Мы должны приносить жертвы Богу, а наши жертвы – это молитвы, прежде всего, из чистого сердца, из глубины нашей души и все, что мы имеем. И здесь никто не имеет преимущества один перед другим. И далее мы читаем, «И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем». Это делалось таким образом. Горсть бралась муки, смешанной с елеем, бралась и бросалась на жертвенный огонь. И тем самым человек мог показать, что у него вообще ничего нет, у него только мука. Он даже не имеет возможности приготовить в некотором случае минху хлебное приношение в виде лепешки. Но это тоже то, что Бог принимает. «Даже горсть муки с елеем и со всем ливаном, то есть с благоухающим веществом, и сожжет сие священник в память на жертвенники. Это жертва благоухания, приятная Господу». Что значит жертва благоухания, приятная Господу? Мы уже установили, что Богу приятны наши молитвы. А такое воскурение хлебное символизировало молитву, как хлебное приношение сгорало на огне вместе с маслом и ливаном, так и многообразие наших молитв, обращенных к Богу, оно угодно Богу, и это приятное для Него благоухание. Но не в том смысле, что Бог питается мукою, хлебом, ему нужно масло и так далее. Конечно, здесь надо понять эти образы, то есть что скрывается за этими наставлениями. «Остатки от приношения хлебного Арону и сынам его – это великая святыня и жертв Господних». Вот здесь говорится о том, что когда мы что-то жертвуем Богу, мы должны подумать и о священниках, которые пожертвовали всю свою жизнь Богу. Священники у нас не занимаются бизнесом, они не работают на каком-то производстве, они не занимаются чем-то мирским, они посвятили себя служению божественному. Поэтому третий стих второй главы научает нас, как некую великую святыню, что-то давать на содержание священнослужителям, которые только тем занимаются, что они трудятся в слове, благоествовании Евангелия и в совершении необходимых таинств в Церкви Божией. И четвертый стих «Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем». Почему это именно пресные? Какой аллегорический смысл, аллегорическое христианское прочтение может быть этого обстоятельства? Во-первых, в первом послании Коринфянам, 5 глава, 8 стих, сказано «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины». То есть удалить всякую закваску означает убрать из своей религиозной жизни любые примеси. Помните, как Господь предупреждал своих учеников «Не берите закваску фарисейскую, не берите закваску саддукейскую и не берите иродовую закваску». Потому что иногда и в нашу жизнь религиозную, даже в жизни священников примешиваются какие-то чисто плоские, меркантильные материальные интересы. Вот от этого надо избавляться. Поэтому пресный хлеб – это символ хлеба, который чист от какой-то закваски. И если мы посмотрим объяснение Феофана Затворника на этот текст, то он пишет, «У израилетян с пасхальным агнцем соединен был семидневный праздник. У нас агнец пасхальный всегда присущ, следовательно, наше празднество должно быть непрерывно». Здесь святитель Феофан Затворник говорит о том, что евреи один раз в году совершали это служение, а мы, христиане, каждый день можем приступать к нашей Пасхе, а наша Пасха – это Христос, закланный за нас, как пишет апостол Павел. И далее Феофан Затворник продолжает. «И как во весь праздник израилетяне не вкушали ничего квасного и проводили время светло, облекаясь в светлые праздничные одежды, так должно нам, избегая всего греховного в словах, делах и помышлениям, и облекаясь в светлые и чистые добродетели и благодатные осенения и веселья, проводить все время жизни с того момента, как стали христианами, всегда держать себя духовно, так, как держали себя израилетяне по плоти». Но израилетяне могли как бы одну неделю опресноков, вот так строго думать о Боге, а мы, христиане, обязаны каждый день посвящать Создателю. И Феофан Затворник продолжает. «Ветхий квас, то есть закваска, грешность наша, эгоизм или самость со страстями душевными и телесными. Это же означает и квас злобы и лукавства». То есть нельзя служить Богу, читать молитвы, приносить какие-то пожертвования на Дом Божий, если мы не очистились от закваски греха. И в 4 книге царей прямо сказано, что жертва за грех на храм не принималась. То есть человек мог привести жертву, благодаря Богу, за праведный образ своей жизни, а если он приносил жертву за грех, в 4 книге царства сказано, он может отдавать такую жертву священнику, который согласится вымаливать его за его грехи, но на храм Божий это не принималось. «Всякий квас грешность наша», настаивает Фефан Затворник, это же означает и квас злобы и лукавства, напротив, чистота и истина означает отвержение всего греховного и страстного, и преуспевание во всем противном тому, во всякой добродетели и всяком благоугождении. Объясняет нам этот обычай опресноков святитель Фефан Затворник в своем комментарии на первое послание к Олимпинам, 5 глава, 8 стих. И следующий стих в книге Левит, 2 глава, «Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная». Здесь, конечно, мы можем обратить внимание на вот это сочетание пшеничная мука, а это обязательное условие для подготовки прескомитии, а смешание с елеем, елеет указание на то, что действие Духа Святаго. Все таинства церкви — это действие Духа Святаго, а елей указывает на помазание от Духа Святаго. И сама наша молитва, она не может быть полноценной перед Богом, если Дух Божий не будет сам ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными, на чем настаивает апостол Павел в послании к кремлинам. И опять говорится в окончании 5 стиха, что это жертва, это приношение должно быть пресное, то есть беспримеси, лукавства, сомнения. Или человек там стоит в храме, идет в службу, а он вспоминает какие-то греховные моменты. Или даже на молитву человек становится, там дома читает утреннюю или вечернюю молитву, и вдруг какие-то помыслы, какие-то образы, вот это та закваска, от которой нам надо очищать свое сознание. Максим Исповедник в своей работе, которая называется «Вопросы и затруднения», он пишет, «Пшеничную муку следует понимать как разум, ибо она есть пища разумных существ». Действительно, чтобы испечь хлеб, надо иметь разум, поэтому только разумное существо, человек изготовляет пищу из пшеницы. «Когда мука, продолжает Максим Исповедник, смешана с елеем, она означает разум с просвещением знания». А мы знаем, что просвещение проистекает от Духа Святаго, как Господь сказал, что Дух Святой научит и наставит на всякую правду. Максим Исповедник пишет, «Когда она, то есть такая жертва, испечена на сковороде, то означает разум, испытанный и окрепший по причине искушений, приходящих к нам изнутри и связанных с наслаждениями. Когда же она испечена в печи, то означает разум твердый, ибо он испытан стойкостью перед искушениями, приходящими к нам извне». Максим Исповедник настаивает на том, что есть искушения, которые изнутри нашего сердца исходят, и их надо как бы запечь, чтобы они перестали бродить в нашем сердце, но бывает и извне. И как вот это хлебное приношение запекалось на сковороде, вот Бог посылает нам разные испытания в жизни для того, чтобы мы именно совершенствовались, как сказано, другой образ, золото в горниле очищенное, опять же, от примесей. И далее в книге Левит, 6 стих и ниже, рассказываются детали, как надо приносить эту жертву. «Разломи ее на куски и овлей на нее и лея, это приношение хлебное». Разламывание преснока, приготовленного для принесения в жертву, оно напоминает как бы разрезание животного на части, которое приносилось в жертву. А так как бедный человек не мог принести там даже овцу, тем более быка, ему разрешалось вот этот хлеб, эту лепешку разламывать, это было равносильно тому, кому-то, как будто быка там или овцу, приготовил жертву и разложил на жертвеннике. Главное – это усердие. «Если жертва твоя, приношение хлебное из горшка, то нужно сделать оное из пшеничной муки с элеем». Вот это повторение, пшеничное, пшеничное. Это указание на то, что Евхаристию мы совершаем именно на пшеничном хлебе. «И принести приношение, которое из всего составлено Господу. Представь он ее священнику, и он принесет его к жертвеннику». С одной стороны, говорится, что сам человек приносит жертву, но говорится, что в какой-то момент человек должен передать эту жертву священнику. Это образ, который подсказывает нам, что мы, да, можем служить Богу, усердием наших молитв, но мы это делаем с помощью и тех священнослужителей, которых мы имеем. Хотя все православные христиане по факту крещения и миропомазания царственное священство, но у нас есть и сугубое священство, епископы, пресвитеры, декана, которые возносят наши прошения перед Богом. «И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике эта жертва благоухания, приятная Господу». То есть священник может что-то взять и для своих нужд, потому что Бог не нуждается, и не в деньгах он не нуждается, и не в каких-то приношениях. Бог ищет наше усердие, но которое раскрывается и в том, когда мы заботимся и о предстоятелях наших в Господе. «А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его, это великая святыня и жертв Господних». То есть священники брали не большую часть жертвы, а как раз меньшую. Остатки то, что оставалось, и может быть даже считалось непригодным для жертвоприношения, чтобы это сжечь на огне. Вот это уже научает самих священнослужителей проявлять некое такое смирение, сдерживать свои позывы к обогащению за счет пасомых. И далее мы читаем. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть с примесью каких-то мыслей, настроений греховных, «ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу». И Блаженный Ироним пишет, это его трактат на Евангелие от Марка, «мед вообще не приносится, ибо все, что соприкоснулось с ним, будет нечисто. Мед — обозначение удовольствий и сластолюбия». То есть оказывается, мы не должны приносить жертву с дурными мыслями, а если и блудливые какие-то, сластолюбивые образы возникают на молитве, вот это препятствие для того, чтобы Господь воспринял наше моление или наше приношение на храм как благоухание, приятное для него. Поэтому мед запрещается. Как и квасное в том смысле, что сластолюбие надо избегать. Многие люди, как пишут древние отцы, они преодолели в своей жизни самые разные грехи, а вот сластолюбие преодолеть до конца не смогли. Даже Макарий Великий говорил, «Сколько мне лет, и как многие меня почитают, но до сих пор блудные страсти одолевают меня». И особенно, когда мы совершаем какое-то приношение Богу, особенно молитвенное приношение, дома или в храме, и вдруг вот эти отвлечения сластолюбивые на медок потянуло, на сладенькое, вот это надо стараться как-то истреблять в своей жизни. И посмотрим объяснение Ефрема Сирина. «Всяк квас и всяк мед, да не принесете от него дар Господу». Ефрем Сирин поясняет, «Закон повелевает не приносить в жертву меда, во-первых, потому что мед не может быть осолен». А жертву надо было осолять. Соль в новозаветном и ветхозаветном понимании – это та крепость веры, которая предохраняет нас от нравственного и морального разложения. Как если солью посолить мясо, то какое-то время этот кусок будет сохраняться. А если без соли, он сгниет. Закон повелевает не приносить в жертву меда, во-первых, потому что мед не может быть осолен, он противоположен соли, он сладок. «Законом повелено всякий, да жертвы вашей солью досолиться. Во-вторых, потому что пчела садится на тела мертвые и на все нечистое, воспрещенное законом». И действительно, в книге «Судей» мы находим пример, как один судья нашел дохлого льва, а внутри этой туши пчелы свили улей, и там был мед. То есть толстолюбие оскверняет нас. Здесь такой образ. Любая такая мысль блудливая во время молитвы, наше участие в общественном богослужении, она оскверняет нашу молитву. Поэтому мы должны исповедоваться не только в каких-то наших поступках, деяниях, не дай бог там кто-то впадет в блуд, а даже в помыслах. Ефрем Сирин пишет, «В другом смысле воспрещением приносить мед означает воспрещение услаждаться мирскими удовольствиями». То есть Ефрем Сирин обобщает, он говорит, что мед – да, это образ и сластолюбия, но это вообще и привязанность к любым мирским удовольствиям. И Христос говорил, что нельзя служить Богу и мамоне, то есть Богу и богатству, или богатству нельзя служить так, как мы служим Богу. А ведь нечто подобное произошло с древними евреями, когда они сделали золотого тельца и стали водить вокруг него хороводы. И в книге Сирахова, 23 глава, 4-5 стих, сказано, «Господи, отче и Боже, жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврате от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Вот это древнее моление, оно пересекается с тем, как в Нагорной проповеди говорится, что мы оскверняемся даже от одного взгляда. Христос настаивает, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействует с нею, в сердце своем. И мы читаем 12-13 стих, «Как приношение начатков приносите их Господу», то есть разрешенные жертвы. Или мед можно было приносить, как приношение начатков. Например, пасечник собрал урожай меда. «В жертву он это на огне не приносит Богу, но как часть, отделенная от труда его, он мог это раздавать людям». Это означало приношение Богу, не в виде жертвы, а в виде благотворения. «Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное», а здесь уже о разрешенном, «соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль». Вот почему так о соли. Давайте посмотрим, что пишет блаженный Ироним. «Добрая вещь соль, и никакое жертвоприношение не совершается без посыпания ею, отчего и апостол заповедует, слово ваше да будет приправлено солью». Это послание Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Почему апостол Павел сказал, что слово, то есть проповедь, надо приправлять солью. Не надо льстить ушам людей, которые любопытствуют о религии, но не имеют жажды о Слове Божьем. Не надо проповедующему подстраиваться под настроение слушающих. Иногда пастырю приходится говорить и о вещах, неприятных для других людей. Это и значит приправлять слово солью. И Ироним оканчивает рассуждение, и она, если потеряет силу, то есть соль выбрасывается вон. То есть, если наше обличение ради обличений, а не ради исправления, то это уже как бы потеря изначального смысла. Мефодий Потарский в своем известном трактате «Пир десяти дев» пишет, «В книге Левит запрещается приносить Господу Богу в жертву всякий дар, если он не приправлен солью. В качестве соли, придающей остроту для пользы, нам было дано всякое духовное упражнение в изучении Писания. Без этого душе невозможно посредством слова принести себя в жертву вседержителю. Ибо вы, соль земли, сказал Господь апостолам». Конец цитаты Мефодия Потарского. Он настаивает на том, что есть как бы понятные места Писания, которые мы охотно читаем, как некий мед принимаем в свое сердце. А есть приправленные солью, остротой, актуальностью, то, что обличает нас самих. Грешнику тяжело и страшно изучать закон Божий, где говорится о грехах, заповеди евангельские, которым он не соответствует. Но без этой остроты библейского откровения мы едва ли сможем очиститься от гнилосных процессов. А эти процессы останавливает именно осоление. Поэтому от духовных наставников мы принимаем не только добрые слова благословений, но и обличительные слова. И мы читаем 14 стих. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приносив дар от первых плодов твоих, из колосьев высушенных на огне растолченные зерна». Амбросий Медиаланский в своем трактате о Каине и Авеле дает такое объяснение. Существует четыре рода хлебного жертвоприношения. Либо первые от первых плодов, либо жареные, либо разделенные, либо неразделенные. Первые от первых плодов в первую пору года, когда появляются первые плоды. Сейчас же открылось, что под этим подразумеваются обновляемые таинством крещения. Видите, как Амбросий Медиаланский ветхозаветный закон делает назидательным для христиан. То есть, если древние евреи от урожая отделяли Богу, там пшеницы, даже мед могли приносить, но не в жертву, а как приношение от, скажем так, сбора меда, Амбросий Медиаланский говорит, на самом деле мы приношение совершаем настоящее из самих себя и других, когда сами крестимся и помогаем креститься другим и не отказываемся от исполнения обязанностей крестных родителей. То есть, понимание Амбросия Медиаланского, действительно, все писание полезно для научения, для наставления, для обличения. Но без святых отцов мы не увидели бы подлинный смысл этих текстов. И мы читаем последние два стиха второй главы книги Левит. «И влей на них, то есть на эти растолченные зерна, елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу». А вот эта жертва, это даже не мука. Это даже не горсть муки, которую человек брал и вот так вот мог бросать в огонь. Это просто зерна. То есть человек может быть настолько бедным, а у него ничего нету. Ну, горсть зерна. Но ему предлагается все равно это растолчить. Какое-то усилие все равно надо употреблять. Бедный, богатый, духовно грамотный или безграмотный. Если мы не будем проявлять усердие в вере, а усердие требуется от каждого, то едва ли наше приношение Богу окажется благоуханием, приятным для него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok